Торнадо Энерджи! Противник уничтожен! 2 демэдж! Противник уничтожен! Если разработчики обратят внимание на видос Видос, который не собирает поддержку зрителей Меньше ценностей имеет с точки зрения реакции на него разработчиков И давайте понеслась Короче, начнем с итальянского према В общем, если коротко То всем итальянским средним танкам С системой дозаряжания 8, 9, 10 уровень Убирается возможность поставить на них досылатель И как выход Ну, точнее, последствия этого решения На 10% сокращается ДПМ у танков По сути, они его теряют Но по факту В характеристиках танка Ничего не меняется Поэтому здесь Как бы с точки зрения юридической К разработчикам Тяжело домотаться Потому что танк Спагетти Они как бы по характеристикам Не делают хуже Но при этом Для игроков Совершенно очевидным становится Что Потеряв 10% ДПМ На который Игроки уже привыкли рассчитывать Поставив туда досылатель Вот Как бы Танк уже будет играться хуже Чем привычно игрокам И сразу могу сказать Что по этому поводу Вот очень большая буча От игроков поднялась И разработчики уже среагировали И сказали Что По поводу итальянского Према Будут думать Как этот вопрос можно решить Но могу сказать Что по состоянию На 12 июля Все еще в новости Указано Что у танков Забирают Досылатель Надеюсь Что во второй В третьей итерации Мы уже увидим Какое-то решение От разработчиков Потому что Опять же По сути По сути С точки зрения Их собственных слов Что они не нерфят Премиум танки Здесь ничего не меняется Но с точки зрения Отношения к игрокам Здесь чувствуется Что К танку За который люди Платили деньги Ну Он становится Объективно хуже В рамках Нашей игры И Игроки будут этим Недовольны А это репутационные потери Я видел много предложений Типа Давайте Пусть как они Суперпершингом Вернут за него голды Ну ребят Голда не деньги Это первое Во вторых В прем-магазине Сейчас за голду Тут ничего хорошего И не взять Ну и нафиг вам Спагетти Даже с понерфленным бараваном Остается достаточно Интересной И хорошей машиной Кто бы что не говорил Просто Ну Те кто успели Поиграть на спагетти Пока он был С досылателем Грубо говоря И бездосылательно Ну Они почувствуют Сильную разницу В ДПМе И в своих успехах И в своем Среднем уроне На этом танке Поэтому они Вот будут Сильно Опечальны Если бы эта машина Появилась только сегодня Впервые И сразу Бездосылателя Она все равно Была бы где-то В топе По имбости По имбовости Поэтому Ну я не знаю Как разработчики Будут из этого выходить Либо у нас Остается имба На восьмом уровне Премиумная Либо разработчики Портят свою Репутацию В очередной раз Тем что идут Ну грубо говоря Хейт собирает От игроков Второй момент Касается Премиумного Колесного танка Здесь все еще Сложнее Дело в том Что здесь Не только у него Ничего не отбирают И характеристики Не меняют Но меняется Сама физика Игры Теперь При повреждении Любого колеса Который касается Земли Разумеется Если раньше Танк терял Только динамику Разгона То есть если вы Двигались по прямой Вы практически Скорость не теряли Если бы вы Остановились Разгоняться С подбитым колесом Было бы сложнее То теперь При повреждении Колеса Вы не просто Будете сложнее Разгоняться Но еще И потеряете Скорость А соответственно И в вас Будет легче Попасть То есть как Вывод Из сложившихся Изменений Механики Точнее физики Движения То колесники Должны Меньше Бэковать То есть им Станет сложнее Играть В агрессивную Такую игру Это первое Потому что Без ремки Уже особо Так и не выйдешь На противника Побыковать То есть надо будет Дожидаться КД ремки А это снизит Их наглые Врывы Частоту их Ну и если Совсем уж По тупому Влетать То теперь Попасть в колесника Будет проще Один кто-то Сбивает колесо И все Колесник Практически В полтора раза Теряет Скорость А если Два-три колеса То посчитайте Практически Останавливается Ну и его Вся команда Уничтожает То есть Как из этого Разработчики Будут выходить Я не знаю По сути У меня аналогия Только одна Когда в патче 8.0 Вводили физику Танки стали Отрываться От земли После этого И все Быстрые танки При скачках Подпрыгивании И падении Начали терять ХП А это по сути Тоже Нерф игровых Возможностей По сравнению С тем Когда танки Были тупо Приклеены К рельефу Не знаю Что будут Разработчики делать Они написали Сами Что По Ебру Нет никаких Конкретных Решений Потому что Опять же Говорю Прописывать Для одного Танка В игре Отдельную Физику Ну такая Себе Ребят Позиция Я ее Не придерживаюсь И при этом Еще этих Колесников Не так много По сути В рандоме Да То есть Не так много Людей Будут Возмущаться Не в таких Масштабных Количествах Их успели Все получить И разработчики Их после этого Не выкатывали В продажу Потому что Танк действительно Имбовый Вот Ну и Большинство Игроков Страдающие От колес Они наверное Больше рады Что колеса Их больше Не будут Так сильно Беспокоить Поэтому Скорее всего Опять же Чисто Я не знаю Как будет Но чисто Предположу Что разработчики Скорее всего По колесам Будут Придерживаться Первоначальной Позиции Что Даже Премиумный Ебр Должен будет Пострадать От новой Физики Движения Но еще раз Говорю Надо дождаться Следующих Итераций Теста И уже Официальной Позиции Разработчиков По этому Поводу Чтобы уже Какие-то Дальнейшие Обсуждения Поднимать По этому Вопросу Поэтому ждем Самое главное Что из Первой части Этого Видео Вы должны Для себя Уяснить Это то Что Разрывы Обратили Внимание На проблему Будут Как они Решать Вот Уже Посмотрим Теперь Что касается Нерфов Давайте Пробежимся По итальянским Средним Танкам Топ Который Вы сейчас Видите На экранах Это Спагетти 65 Разброс Орудия То есть Точность Орудия Была 0.33 Станет 0.35 Стабилизация Орудия После выстрела Ухудшится На 33 Процента Время Сведения С 2.1 До 2.5 На секунду Это очень долго Ну и скорость Поворота Башни С 36 До 34 Градусов Это несущественно Вот сюда Добавьте Еще На 10 Процентов Снижение ДПМ И мы получим Что машину На мой взгляд Сильно Нерфят Посмотрите Что делают У предтока Спагетти Стандарт Б Точи Прототип Стандарт Б Разброс Орудия Ухудшается То есть Точность Была 0.35 Станет 0.37 После выстрела Стабилизация На 17 Процентов И на 33 Процента У топовой Пушки Ухудшается И так далее И тому подобное Время Сведения Было 2.3 Станет 2.5 Скорость Поворота Башни 34 Градуса Станет 32 И мощность Двигателя Была 750 Станет 690 Лошадиных Сил В общем Нерфят По всем Фронтам И отсюда Еще убирают Досылатель Мне кажется То ли разработчики Заранее Этот момент Закладывали То ли я Что-то Не понимаю Но у меня Полное ощущение Что досылатель Всем итальянцам Оставят Серьезно Полное Такое ощущение Это как В фильме Бриллиантовая рука Когда в конце Режиссер Добавил Ядерный взрыв И приемная комиссия Сказала Срочно убрать Ядерный взрыв В конце А на все остальные Даже Достаточно эротичные Сцены Закрыла глаза Мне кажется Вот здесь Досылатель Действует По тому же Принципу Все так Вокруг этого Досылателя Всполошились Что остальные Нерфы Это как бы Уже Не обсуждаются По сути Вот этот Нерф Итальянца На мой взгляд Ну очень сильно Затронет Поэтому Досылатель Надо оставлять И у стандарта Б И у итальянца Топового Иначе танк Превратится Вообще В неиграбельную Ерунде Ему и так Сильно Достаточно Достанется Посмотрим Что сделают Разработчики Вторая Ветка Которую Нерфит Это наши С вами Любимые Средние Танки СССР 430 И объект 430 У 430 Он достается Немного Ему На 14 20% В среднем Режут Стабилизацию То есть От поворота Башни От поворота Ходовой В общем На ходу Стрелять Станет Сложнее Не сильно Страшно Для танка Он и так Косоват И будет Еще более Косым И объект 430 У Топ Любимец У многих игроков Разброс От поворота Башни На 20% Хуже Разброс От поворота Ходовой Становится На 33% Хуже И разброс Орудия От движения Ходовой Увеличен На 33% То есть Движение Поворот Корпуса Вперед Влево Вправо А также Поворот Башни Влево Вправо От 33 До 20% Становится Хуже Стабилизация Остальное Не трогают Кроме Брони Лючки Теперь будут Пробиваться Легче То есть Если раньше В 430 Лючки Были Железобетонные Сейчас Их станет Легче Пробивать Даже Без Голды Остальные Изменения 430 Не затронули В принципе Танк Остается Играбельный Но Попадать Будет Чуть Хуже Чуть Слабее Что касается Французских ЛТ Помимо Того Что у них Механика Повреждения Колес Становится Более Жесткой Девятый Уровень Теряет Мощность Двигателя С 580 До 560 Лошадиных Сил А максимальную Скорость С 85 До 83 Лошадиных Сил По сути Для него Сильно Ничего Не изменится По сравнению С Panar EBR 105 Топом Десятого Уровня Здесь Уже Разброс Орудия От всего Становится На 33 Процента Хуже То есть Круг Будет На 33 Процента Больше Когда Вы будете Двигаться Время Прицеливания Было 1.2 Станет 1.4 Не сильно Критично Но вы Это Заметите Обзор Станет Еще Хуже 340 Метров Раскачать Его До 450 Теперь Вы скорее Сего Уже Не сможете Без Бонного Оборудования Двигатель Вероятность Возгорания Увеличивается На 5% Тоже Не сильно Критично Но При этом Мощность Двигателя С 750 На 30 Лошадиных Спадает Становится 720 Динамика Станет Похуже Ну и Максимальная Скорость Снижается С 95 До 91 Км В час Вперед И 70 До 65 Км В час Назад Добавьте Сюда Еще Сильную Потерю Скорости При Провреждении Колес И вы получите Что Ебэеры Уже Так Баковать Как раньше Скорее Сего Не смогут Теперь Коротко Пробежимся По Апам Американские Тяжелые Танки Т32 Восьмой Уровень М103 Девятый Уровень И Т110 Получают Ап Т32 Получает Помимо того Что время Сведения У него Становится 2,1 Секунды Время Перезарядки 9,4 Разброс 0,4 Самое главное Бронепробитие Возрастает Со 198 До 208 На основных Снарядах У М103 Становится Лучше По броне Башня Лучше По броне Корпус Также Время Сведения Было 2,6 Станет 2,5 В остальном Небольшой Ап стабилизации На 10% И на этом С ним все То есть Несущественные изменения Но станет Танк приятней Т110Е5 Башню Не трогают Это важно Усиляют Броню Корпуса Разработчики Пошли по этому пути Я считаю Этот путь Бесполезен Для Т110Е5 То есть Броня Корпуса У него и так была Неплохой Солба Конечно пробивали Но тем не менее Они ему наращивают ДПМ На 1,2 секунды Быстрее Перезарядка Становится С 10 до 8,8 секунд На топовой башне И улучшают Стабилизацию На 25% То есть На 1,4 Танк будет Более стабилизирован Вас как били В лючок В эту башенку Сверху Так и будут бить Самые главные Изменения Коснутся Двух веток Это Ветка к Е100 Начинается Она аж С ВК 36.01 Потом Тигр 1 Тигр 2 Е75 И наконец Е100 По Е100 У Е100 Будет заменена Пушка С 490 Альфой На пушку С Альфой 530 Время прицеливания Будет Вместо 2,9 2,7 И башню Немножечко Увеличит в толщине В принципе Этого Е100 Будет достаточно Ну и Самый главный Для меня Ап Это Ап Сведение С 2,9 До 2,5 Секунд Время Перезарядки С 12 До 11,5 Секунд То есть ДПМчик Подрастет Скорость Поворота Башни Возрастает С 22 До 25 Секунд Градусов В секунду Это Для СА4 Вы почувствуете Разброс Орудия При повороте Башни Уменьшается На 25 Процентов И за все Это Вы расплачиваетесь Точностью Была 0,38 Станет 0,42 То есть На мой взгляд Это существенный Ап Вся ветка К нему Это СТ-1 Это КВ-4 Который Тоже Получит Улучшение Бронирования КВ-3 Вот Вся Эта ветка КВ-3 КВ-4 СТ-1 И С-4 Будет апнута Если я буду Все подробности По апам Пообсуждать Нам не хватит Никакого видео Поэтому на этом Видео Я заканчиваю Оставляйте комментарии Подписывайтесь на канал И до скорых встреч